всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 22 в этом уроке за счет плагина ios seo мы с вами разберем дополнительные настройки а именно хлебные крошки и постоянные ссылки и начнем с хлебных крошек что это такое сразу визуально вам показываю обычно это размещается вот такая вот навигационная цепочка вложенности в данный момент данной записи то есть я зашел в развернутую запись и наверху она отображается зачем это нужно и для чего вообще это полезно но если большой уровень вложенности там под рубрики под страницы записи человек может попасть на эту запись через поисковик и он может по этой цепочке вот сейчас вы это видите да перейти сразу например это видно что музыка это рубрика кликнув по этой ссылке попадает он именно на рубрику музыку напрямую да здесь мы это видим или же перейти сразу на главную страницу но это только малая часть в первую очередь это хлебные крошки они нужны для поисковых систем это очень хорошо работает то есть если в шаблоне установлены хлебные крошки это очень хорошо скажется для seo также данные крошки попадают в расширенный сниппет выдачу то есть это очень очень полезно если это мы настроим это огромный даст плюс в плане seo оптимизации нашего сайта давайте это настроим мы переходим с вами в плагин его селу и дополнительно первая вкладка хлебные крошки то есть она так и называется мы включаем разделитель между хлебными крошками оставляем как есть текст ссылки на главную страницу можно поменять я оставляю такой же дальше префикс для хлебных крошек на странице архивов тоже можно поменять если это будет необходимо здесь мы оставляем все как есть выделять последнюю страницу обычно или полужирным сейчас я покажу где это и таксономия которая будет показана в хлебных крошек для типов записей здесь у вас будет стать пусто мы выбираем рубрики для записи нажимаем сохранить изменения как только мы это все сделаем нам сначала нужно будет пройти на фронтальную часть сайта обновить наш сайт пройти погулять по страницам и посмотреть вверху нашего шаблона нет ли хлебных крошек потому что возможно вы будете использовать другой шаблон в данном шаблоне которая идет по умолчанию с wordpress не предусмотрено автоматически вывод хлебных крошек то есть обязательно сначала посмотрите если у вас премиум тема возможно она уже будет вам сразу выводить хлебные крошки как только вы вот здесь вот все включите вместе со мной но в моем случае хлебные крошки у нас не выводится поэтому нам нужно произвести кое-какую манипуляцию здесь нам и у вас все подсказывает что нам нужно сделать нам нужно перейти по этой ссылке здесь идет подробное описание как только мы перешли с вами по ссылке здесь идет подсказка от его все что нужно сделать мы прокручиваем чуть ниже и нам нужно забрать вот этот вот код полностью вот как он есть мы его копируем отсюда на странице и осел именно вот это вот подсказки да дальше мы с вами переходим внешний вид редактор вот здесь вот справа мы с вами находим заголовок хайдер . php в этом то есть кликаем по этому заголовку в этом файле в самом низу прокручиваем да вот за этот ползунок исходя из описания которое указано здесь что нам нужно сделать чтобы клип хлебные крошки отображались в самом низу мы просто проставляем данный код вот так вот как это сделал я и нажимаем обновить файл после этого идем на фронтальную часть сайта обновляем страницу и у нас появляются хлебные крошки то есть на главной странице это просто главная страница это тот текст который вы сможете поменять вот здесь соответственно зайдем внутрь поста здесь мы видим до категории книги и демо сайт это название записи соответственно здесь вот если хотим сделать например выделить последнюю полужирным у меня стал полужирным обычным то есть я не знаю как от на 7 влияет на ваше уже усмотрение сейчас у меня полужирным обновляемся и обычным шрифтом соответственно если вы здесь вот таксономия мы оставим пусто посмотрим на сайт обновимся то у нас из вот этой цепочки исчезает рубрика то есть это не очень хорошо нам здесь таки как раз таки нужно видеть весь путь до конца до той записи на котором мы находимся да это хорошо и с точки зрения seo и с точки зрения поведенческого фактора так скажем поэтому здесь обязательно для записи мы выбираем рубрика обновимся и попадает рубрика в навигационную цепочку хлебных крошек так здесь мы с вами закончили мы переходим с вами постоянные ссылки это тоже важную очень вещь и сразу смотрим удалять префикс рубрики как правило категории из url давайте посмотрим если мы кликнем например на категорию на рубрику книги то мы можем обратить в адресную строку что она здесь подставляется в наш url слово категория нам здесь оно не нужно мы продолжаем с вами приводить в читая больный вид в красивый вид наши урлы поэтому вот здесь вот это слово категория да нам не нужно мы выбираем здесь кнопку убрать сохраняем изменения кликаем еще раз на книги и видим что у нас идет адрес сайта и сразу книги и соответственно на музыку музыка то есть убираем лишнее слово дальше перенаправлять url вложений на url родительской записи смотрите тоже полезная вещь если я пройду сейчас в какой-нибудь запись вот где у меня есть картинка вот вы видите да вторая картиночка если я на нее кликаю обратите внимание эта картинка открывается на здесь подставляется слово кофе на другой странице это неправильно это как раз таки действует вот для этого мы нажимаем перенаправлять нажимаем сохранить изменения идем на сайт еще раз зайдем в демо запись сейчас обратим внимание на url он выглядит вот так я нажимаю на картинку и вы видите страница обновляется мы остаемся на этой же странице и здесь не подставляется к урлу кофе то есть вот зачем это нужно вот это тоже очень полезная вещь дальше стоп слова мы не трогаем и оставляем как есть бытует мнение что это не очень хорошо работает дальше реплюту ком обязательно здесь читаете описание и ставим убрать это убирает дубли и перенаправление старый url адресов оставляем не перенаправлять то есть оставляем по умолчанию как есть нажимаем сохранить изменения остается вкладка rss но я не пользуюсь данной опцией поэтому об этом ничего рассказать не смогу и так с дополнительными настройками мы с вами закончили в плагин и осел на этом данное видео подходит концу и я вас жду следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересна галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачиваете тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к м с 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь